Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка компании Тикмил и сами я, Артур Идиатуль. Азиатские рынки начали неделю с умеренного роста, фьючерсы на американские индексы также не показывают особого оптимизма, так как инвесторы готовятся сейчас к встрече с Си и Трампом в Аргентине, предпочитая укрываться от неопределенности в защитных активах. Если посмотреть на динамику золота, об этом я писал и в прошлых статьях, то вот начиная с уровня 1200, золот у нас неуклонно растет, как раз таки реагируя на рост рисковых настроений на рынке. Небольшую поддержку оказывают ожидания солидных потребительских продаж во время праздничного сезона в США. В качестве контраргумента можно упомянуть индикаторы доверия от университета Мичиган, которые указали на стабилизацию оптимизма в ноябре. Встреча лидеров в Китае и США в бой на Саресе, который пройдет в конце этого месяца, а также заседание ФРС в декабре остается двумя главными определяющими событиями декабря, а также с первых месяцев следующего года. Широкий индекс по азиатско-тихоокеанским акциям, который включает в себя фондовые индексы Китая, Гонконга и Тайваня, он вырос на 0,7%, лидером роста стали Гонконга и Тайваня, в то время как японский Nikkei укрепился всего лишь на 0,8%. В Китае шанхайский композитный индекс начал неделю с укрепления, но закрыл понедельник в минусе, вот это видно из диаметрии шанхайского композитного индекса, сейчас он борется за психологически важный уровень 2500. Во время азиатской сессии фьючерсы на S&P 500 подтянулись уличными целых 0,4%, так как трейдеры, постепенно закладывают в оценку стоимости компаний потенциальный экономический импульс от черной пятницы, который прошел 23 ноября. В пятницу для американского рынка выдавалась очень тяжелая сессия, S&P 500 снизится на 0,66% или на 10,2% до максимума достигнутого 20 сентября на фоне снижение цен на нефть, что ударило по американскому энергетическому сектору. В пятницу цена на VTI приблизилась к отметке 50 долларов за баррель, затем она вот толкнулась, сегодня происходит небольшая техническая коррекция. Ожидается, что со снижением цен американским нефтяникам придется сбавить с темп добычи, к тому же Саводовская Аравия может внести уточнение свои планы по ограничению добычи в декабре, о чем она пока окончила, сообщала. Исходя из этого, новостной фон может постепенно сейчас наполняться позитивными слухами и новостями, пытаться шортить не в дальше. Сейчас очень рискованно с этих уровней, так как понятно, что оно уже долгое время снижается и может попасть сейчас на глобальный разворот. При этом нужно учитывать, что это психологически важный уровень для рынка, так как если посмотреть у нас на дневную динамику, то видно, что последний раз цены достигали этого же уровня в октябре прошлого года, то есть получается, что весь годовой прирост сейчас нефти растратила и в принципе с этого уровня действительно можно ждать разворот. Примечательно, что темпы снижения ценных цен сопоставимы с 2008 года. Видно, что этот резкий скачок вниз, это почти 21% за месяц. И зима будет скорее всего сопровождаться глобальным остыванием инфляции, что должно отразиться в рычагах чиновников крупных ЦБ. В частности, цены на энергоносители, боеважной составляющей инфляции в еврозоне. Президент Марио Драги уже пообещал, как бы, неявно пообещал свернуть программу смягчения, но по своим заседаниям он даже дал сигнал, что ЦБ может передумать. Президент США и Дональд Трамп и его китайский коллега Си, как ожидается, проведут неформальные переговоры на саммите G20 в Аргентине в конце этого месяца. На мой взгляд, лидеры двух стран все-таки смогут договориться, о чем мы, вероятно, сможем узнать через смягчение риторики Трампа. В Твиттере его положительно настроят, а мы более позитивные сообщения китайских государственных медиа. Сейчас, когда налоговый эффект реформы истощается, ФРС не собирается замедлять темпы повышения ставок, а фоновый рынок находится в весьма подавленном состоянии, новая волна тарифов уже не пройдет для американской экономики бесследно, и, вероятно, Трамп это понимает. Главного ненавистника Китая в Белом доме Питера Навара исключили из списка тех, кто будет присутствовать на встрече в Аргентине, что стало показателем таким шагом со стороны США, что они будут пытаться обойти острый углы в переговорах с китайскими коллегами. Это такой очень хороший ход со стороны США. Индекс активности от Маркит в еврозоне. Показали в пятницу, что услуги и производство существенно замедлились в декабре. Вот если взглянуть на данные, то видно по еврозоне, по Германии индексы у нас откатываются. Евро ответил снижением на 0,6% в пятницу, стабилизирующийся около уровня 1,1360, кажется. Да, 1,1370 уже в понедельник. Доходность немецких бандов снизилась, что указывает на растущее неприятие риска на рынке. Британский фунт едва отреагировал на новость, что Евросоюз согласовывался с Британией лучший из возможных вариантов. Брексит на саммите лидеров есть в воскресенье. Рынок сейчас будет внимательно следить, а затем сможет ли сделка продвинуться через расколотый на части британский парламент, который будет голосовать по данному опросу 13-14 декабря. И в среду мы ожидаем выступления Джереми Пауэлла в экономическом клубе в Нью-Йорке. Это все, в принципе, что остается самого важного на эту неделю. На сегодня у нас все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.